Сергей, с чего начался твой путь в сетевом маркетинге? Я пришел сюда как клиент. Я был довольным клиентом, у меня была ипотека, я перешел в эту компанию. Только потом я узнал, когда мой руководитель сказал, я на твоей сделке заработал 70 тысяч, я в голове просто прокрутил, подумал, две встречи со мной, два часа времени потрачено на меня и заработал 70 тысяч. То, что я на основной работе работал и получал 30 тысяч, это максимум с двух работ, здесь за два часа. Сергей, а вот истинной причиной, почему ты ушел с основной работы? Я принял решение кардинально, потому что, ну, действительно, я не смогу там реализовать все свои мечты, все свои цели. То есть сейчас я зарабатываю за месяц столько, сколько я зарабатывал за год, даже за два в тех компаниях, на той работе, где я работал. Сергей, а тебе пригодились те навыки, которые ты получил на своей прошлой работе, они пригодились сейчас в маркетинге? Я работал в охране. Я думаю, невозможно совместить из работы охранное на... Ну, здесь, то есть здесь мне помогло больше общение с людьми, потому что я всегда любил коммуницировать, всегда любил, добивался каких-то целей на работе, то есть очень... Ну, достигался того, что я хотел. На тот момент это мне казалось, что это хорошо, но придя сюда, я понимаю, то есть я, ну, еще никто, ничто, то есть... Кроме денег, что тебя привлекает в сетевом маркетинге? Общение, то есть с людьми, общение с успешными людьми. Это путешествие, которое я себе не мог позволить, я никогда не был за границей, ну, если не считать Турцию, когда нам подарили с супругой, мы один раз всего были за границей. Сейчас я уже побывал в 12 странах за полтора года работы здесь. Что ты здесь приобрел? Здесь, здесь я даже, я приобретаю каждый день, когда я встречаюсь с людьми, когда я встречаюсь с людьми, мне сейчас не стыдно подойти к человеку, который более состоятельный, я понимаю, что я могу быть его личным финансовым консультантом, и мне приятно, когда он доверяет мне самое ценное, то есть это деньги. А как твои знакомые, твой круг общения, твои друзья, как воспринимают то, что ты был охранником, а стал финансовым консультантом, как они вокруг это все воспринимают? Ну, я больше приведу в такую философию, что я не говорю, не кричу, то, что я финансовый консультант и прочее, я просто делаю, показываю, и те люди, которые приняли решение со мной, я вижу у них результаты, и в финансовом плане они поменяли, то есть я сам учусь, за эти полтора года я посетил очень много тренингов, и я очень много приобрел знаний, которые помогают им, и только из-за результата, я не говорю, я не кричу, не бью в грудь, что я там какой-то, я просто делаю, и люди видят этот, и видят результаты, и идут. А как тебе сейчас относятся твои друзья тот круг, с которым ты общался, когда работал в охране, и как они сейчас относятся к тебе, когда ты в смокинге, в бабочке, когда ты путешествуешь по миру? У них просто взрыв мозга, они не понимают, у меня мама месяц назад узнала, чем я занимаюсь, не понимали все люди, то есть куда я, что я попал, то есть раньше, я говорю, я опять, я не кричал, не говорил ничего, я просто делал, 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 и люди просто не понимают, куда я попал, и почему, и возможно, у людей поменялось вообще мышление, сетевой маркетинг в нашей компании, то есть для всех людей сетевой компании, это продавай, 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 здесь я просто беру и делаю. И они смотрят и видят результаты, и они не понимают, они приходят ко мне и спрашивают совет. И после совета принимают решение быть с нами и двигаться в это кино. Сергей, если бы пришлось сейчас все начинать с нуля сначала, поменял бы что-нибудь? Или, может, ошибки какие-то исправил? Нет, я всегда радуюсь. Были такие моменты, когда прям хотелось все бросить действительно. Бросить это все, потому что бывают трудности, бывают недопонимания, особенно круг людей более влиятельных, когда тебе говорят, там, это плохо, это плохо, вот это внушение, честно было, хотела все бросить, но потом переломилась, я телец, я упертый, мне вперед. А как ты справляешься с трудностями? С трудностями, иду дальше, то есть я делаю шаг, то есть я научился ставить блоки, то есть я научился энергетический блок, кстати, я научился, ну, людям не доказывать. Я понял одно, то что это то, что мы делаем, это надо людям, это не мне надо. Если они не хотят, я иду дальше. Сереж, а какие твои планы на ближайший год? На год мои планы действительно, я уже превзошел все, то есть если у меня чек сейчас 10 тысяч евро, больше 10 тысяч евро в месяц, я боюсь, что будет дальше, честно, то есть я никогда не зарабатывал таких денег. Я не умею, как-то, честно сказать, там, планируют прямо этот, мне еще, наверное, надо над этим поработать, потому что то, что я ставил планы, я их превзошел в три раза, то есть я боюсь запланировать сейчас, если я скажу, там, чек там 100 тысяч евро, допустим. Если это сбудется, я не знаю, что с ним делать пока, то есть я еще, может, где-то не готов, но надо мне пройти какой-то тренинг, наверное, с планами. Серёж, я знаю, что у тебя прекрасная семья, ты любишь свою жену. И желаю тебе искренне, чтобы твои мечты, которые ты поставил перед собой, цели, задачи, чтобы это ты всё реализовал, чтобы у тебя всё получилось. Спасибо, Роман. Продолжение следует...